Все, ребят, мы сейчас начнем мастер-класс. Меня зовут Дорфиев Юрий, я работаю в Одноклассниках, делаю мессенджер Тамтам, а именно его Android-клиент. У нас будет такой небольшой формат в начале введения, а потом лайф-кодинг. Скажите, на Java кто-то уже писал когда-нибудь? Поднимите руки, кто писал на Java. Ну, отлично, тогда будет более-менее понятно и полезно. Давайте начнем. Я буду сидеть, потому что мне надо будет переключать, потом писать код. Итак, что такое мессенджер? Я думаю, все знают. У каждого установлен не один, а то и не два мессенджера. Мы каждый день с ними взаимодействуем. Мессенджер, по сути, это такая штука, которая помогает мгновенно обмениваться сообщениями. Ну, понятное дело, что мы можем общаться с людьми, но также мы можем общаться и с какими-то программами. Такие программы называются ботом. Многие себе представляют, что бот – это какая-то такая сверхкрутая технология, которая там с искусственным интеллектом делает что-то за вас и так далее. Но на самом деле ботом называется любое программное обеспечение, которое предназначено для упрощения каких-то процессов и для взаимодействия с пользователем. Это может быть прогноз погоды, какие-то напоминания, либо же действительно какие-то сложные вещи. Как устроено классическое какое-то клиент-серверное приложение? Ну, есть какой-то сервер, да, есть, собственно, само приложение. И тут у нас появляется какой-то бот, то есть какая-то сторонняя программа. Как думаете, где живет этот бот, где он находится? Находится ли он в приложении или находится в сервере, или находится где-то вот рядышком может? Предлагайте свои варианты. На сервере. На сервере. Окей. Если я, значит, сторонний разработчик, да, и я хочу сделать бот для мессенджера, то есть я должен положить своего бота к ним на сервер, или же это будет мой сервер, который будет как-то общаться с ним. Ваш сервер. Да, совершенно верно. На самом деле, действительно, это тоже является серверное решение, и оно находится рядышком, и, соответственно, оно не общается напрямую с клиентами, а общается через главный сервер. Такая простая вводная часть. Итак, как, собственно, начать создавать ботов? Для начала нужно получить токен. Токен — это такая специальная строка зашифрованная, которая является одновременно и вашим ключом доступа, и идентификатором уникальным. Я нужно хранить очень аккуратно, потому что кто владеет этим ключом, может управлять ботом. Ну и второй шаг — это, собственно, написать код. Изи — всего два шага. Ну, собственно, давайте тогда попробуем написать этот код. У меня есть небольшая заготовка. Тут некоторые точки закомментированы, не обращайте внимания. Сейчас мы, собственно, начнем с самого базового шага. У меня есть пустой профиль, да, я только вот зарегистрировался в там-там, и хочу сделать бота. Для того, чтобы получить токены, как я говорил, токен на первом шаге, нужно найти самого главного, как бы, базового бота, который, собственно, является администратором и выдает эти токены. Такой бот называется PrimeBot. Давайте попробуем получить токен. Выполнили команду start, он говорит, ну, есть список определенной команды, да, что можно сделать. Нам нужно создать нового бота. Создадим бота. Я предлагаю сделать не просто какого-то абстрактного, да, бота, а что-нибудь там прикольное. Скоро Новый год, давайте что-нибудь новогоднее сделаем. Поэтому и название мы дадим какой-нибудь там, New Year 2020, например. Окей, это первое, это было уникальное, как бы, его ник, строка. Дальше имя, это уже для человека, который будет читать его имя. Вот. Нам создался бот с такой ссылкой и с таким-то токеном. Берем этот токен, копируем. Итак, у меня есть простецкое вообще приложение, да, на Java написано, какой-то сервис, собственно, вот его конструктор. Для того, чтобы подключиться к серверам там-там, нам нужно создать некий там-там клиент, который будет при помощи нашего токена подключаться к этому серверу. И есть два основных эндпоинта. Это bot.opi, который отвечает за какие-то команды, которые мы можем отправить с помощью своего бота. И upload.opi, это для того, чтобы загружать какие-то свои файлы, изображения и так далее. Давайте запустим это. Что у нас получится? Это у нас Spring Boot, кстати, приложение. Все, Spring выявил в блогах, что он запустился, но ничего не произошло, потому что мы, собственно, ничего и не сделали. Давайте попробуем, что бот это, кстати, для того, чтобы понять, что действительно бот создался, вот он у нас есть, да, мы ему что-то пишем, он ничего не отвечает, ничего не делает, абсолютно пустой. Давайте начнем получать от него какую-то информацию, то есть входящее сообщение, которое ему отправляется. Bot.opi имеет различные команды, в том числе одна из них это GetUpdates, который позволяет взять обновления последние. И любой из методов сопровождается. Команда Execute значит выполнить, да. Какие-то у нас тут ошибки возможны. И возвращает он, собственно, что у нас? UpdateList. Окей. Ну, давайте его напечатаем в консоль, посмотреть, что у нас бывает. Запустим еще раз. У нас появился какой-то UpdateList. Так, UpdateList, который говорит, что есть какая-то команда bot.started. Bot.started – это когда первый раз ты начинаешь взаимодействовать с ботом. Тут какая-то информация, да, что за юзер. Вот Юрий, то есть это я, это мой профиль. Так, так, так. Ну и тут какая-то, да, информация, что это за чат, когда это было сделано и прочее. И также есть сообщение, которое я написал. Вот. S, H, что-то там. Да, все верно. То есть сообщение мы получаем. Но при этом как бы выполнение остановилось, то есть мы получили апдейт и все. Нам нужно, на самом деле, эти апдейты получать циклически. То есть постоянно, как только мы обработали, да, пачку, запрашивать еще новую пачку, новую пачку и так далее. Давайте будем писать этот код. У меня есть этот. Я его просто раскомментирую. И сейчас запустим еще раз. Так. И напишем что-нибудь у боту. Так, 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 так. Месседж, месседж. Да, все, сообщение приходит. Давайте начнем с самой базовой логики. Мы хотим, чтобы наш бот нам сообщал о том, что какие-то сообщения пришли. Давайте просто возьмем и будем их выводить в консоль. getMessage, да, getBuddy, getText. Выводим все это в консоль. Снова запускаем. Пишем что-нибудь там, 1, 2, 3. Смотрим в консоли. Вот, newMessage1, newMessage2, newMessage3. Окей, сообщение мы научились, значит, получать. Давайте попробуем что-нибудь ответить. Наши команды все выполняются через бот-апи, да. И тут есть такая штука sendMessage, соответственно, для отправки сообщения. Он принимает newMessageBuddy. NewMessageBuddy — это некий объект, который содержит всю информацию, которую нам нужно отправить клиенту. Он принимает, значит, текст. Давайте в текст прям отправим то, что нам прислали, чтобы у нас как-то такое эхо получилось. StringInput. И есть еще другие параметры. Это вложения и ссылки, да, отдельные, которые идут. Нам это не нужно, а просто текст. Значит, мы хотим отправить сообщение. Говорим, что вот это сообщение нужно отправить. В какой чат? Как нам взять чат? В апдейте, то есть в том входящем сообщении, есть разные поля, в том числе есть getMessage, собственно, который нам отправили. У него есть recipient, или как это правильно читается, так я никогда не запомню. В общем, человек, или контакт, к которому было направлено это сообщение. Отсюда мы можем получить чат-ид. Получаем этот чат-ид, да, и выполняем нашу команду. Запускаем. Мы отправляем один, бот нам отвечает один, и так далее. Отлично. Базовая логика работает. Фантастика, да? Давайте сделаем что-нибудь поинтереснее. Я говорил о том, что у нас бот будет новогодний. Давайте попробуем на аватарку пользователя накладывать что-нибудь. Например, снежинки. Начнем с простого. Опять же, у меня есть здесь закомментированный кусочек кода. Сейчас воспользуемся им. Так, так, так. Сейчас что мы сделаем? Сейчас мы возьмем и вначале попробуем получить аватарку юзера, то есть того человека, который сейчас в данный момент взаимодействует с ботом. Для этого я написал метод getAvatarUrl. Этот метод, собственно, возьмет из нашего чата диалог юзер, то есть человек, который с ним переписывается, и у него есть фотография. Собственно, получим эту фоточку. Давайте попробуем это запустить. Значит, у нас есть тот же самый метод, который получает сообщение. Мы хотим получить оттуда фотографию. Значит, мы берем, вызываем этот метод getAvatarUrl, да, и он принимает чат-айди. Мы забираем чат-айди. Это тот самый метод, который мы использовали выше. Чат-айди используется и забирается из сообщения, да, и аватарка берется в конечном итоге при помощи знания о том, что за чат-айди. И нам это должно вернуть какой-то стрингу, которая будет являться url-адресом этой картинки, которую мы можем скачать. Давайте посмотрим. Серверов там-там. Это для текущего пользователя именно выданного, то есть для меня это как бота. То есть с большой вероятностью она будет открываться только в этой инфраструктуре, в которой я сейчас нахожусь. Потому что они подписаны, эти все ссылки. Так, я пишу какое-то сообщение. Мне приходит, значит, в ответ влогах url на что-то. Это фотка, которую я поставил в моем профиле. В новом. Окей, фотка есть. Давайте попробуем на эту фоточку что-то наложить. У нас есть фотография, да, нам нужно ее скачать. Для этого тоже подготовил код, который имеет довольно простую реализацию сервиса для загрузки медиа из интернета. Значит, у нас есть какой-то сервис, да, мы его приунициализировали. Сейчас это не сильно интересно. Давайте еще раз заберем наш токен, потому что тут код немножко другой. Так, окей. Итак, что нужно сделать? Мы получили, значит, ссылку на аватарку. Нам нужно ее выкачать. У нас есть, значит, метод процесс фото, который делает download.dat.service, да, download.file и что-то там нарисует поверх него. Давайте для начала просто попробуем скачать. Так, это нам не нужно. Вот, все довольно просто. Есть какой-то сервис, который говорит нам, скачай, пожалуйста, фотографии. Я что-то пишу у боту. В логах появился create new file. Собственно, вот аватарку мы скачали. Не знаю, успели, не успели посмотреть. Вот, скачали, все довольно просто. Давайте попробуем что-нибудь нарисовать поверх этой аватарки. Для этого вызовем метод процесс фото, который, собственно, скачивает и рисует поверх этой фотографии что-либо. Отрисовка довольно простая, не будем углубляться. Это все-таки не про ботов. Тут на конвасе просто рисуется одна картинка поверх другой. И после этого нам нужно отправить эту фотографию в ответ на сообщение. Итак, у нас есть URL, у нас есть чат-айди. Да, мы говорим, получается, пожалуйста, запроцессить фотографии и отправь ее. Окей, давайте посмотрим, что получается. Я что-то пишу боту, он и присылает мне мою фотографию, и получается, это моя аватарка, которая стоит у меня в профиле, и на нее наложил снег. И это обычный JPEG, то есть никакой там отдельной магии для этого нет. Еще тут можно заметить кнопка «Другой вариант». Другой вариант и вообще любые другие кнопки с любым текстом возможно делать в наших ботах, как и, наверное, во многих других. Но суть в том, что довольно гибкая система для управления этими кнопками. Что это такое? Что такое кнопка? Кнопка — это, по сути, такая сетка из, собственно, каких-то объектов, которые реагируют на взаимодействие с пользователем. Это могут быть просто, типа, кнопка «Меня нажали, отреагируй, пожалуйста». Это могут быть ссылки, которые открываются в внешнем браузере, это могут быть какие-то кнопки, которые провоцируют тесты либо маленькие нотификации. Ну, их множество различных типов. Ну, вот у нас самый простой вариант для того, чтобы просто отобразить другой вариант. То есть сейчас мы сделаем не только вот снег, скучный снег, да, наложение на фотографию, давайте сделаем что-нибудь поинтереснее. Я подготовил несколько картинок, которые будут рандомно выпадать в качестве эффекта на фотографию. То есть это будет некий такой бот, да, который нам позволяет сделать новогоднюю аватарку. Картинки порой абсурдные, но сейчас посмотрим. Так, возвращаемся в наш сервис. Давайте я скопирую свои заготовки целиком, то мы тут немножко поменяли. И когда мы кликаем на кнопку, нам приходит не обычный апдейт, который называется message created, а приходит другой вид апдейта, это message callback, то есть какой-то был ответ на кнопку. Тем самым понимаем, что user что-то нажал, да, там есть какой-то payload, то есть полезные данные, и мы можем каким-то образом отреагировать. Окей, сейчас давайте еще сделаем, чтобы это все начинало работать, как только мы начинаем общаться с ботом, то есть как только случается первое вхождение в чат, то есть bot started. Симулируем, что мы, значит, зашли первый раз к боту, чистили историю, да, у нас какой-то бот, есть кнопочка начать, нажимаем начать. Он нам присылает нашу фотку, да, с какой-то рандомной новогодней штукой. И есть кнопка другой вариант, которая позволяет, опять же говорю, рандом, там просто один из четырех довольно часто выпадает. и подставляются какие-то, на мой взгляд, смешные штуки. Вот. Получается довольно просто. Где-то примерно, ну, исключая комментарии и все прочее, где-то 400 строк занимает такой бот, довольно быстро работает. ну, и можно придумать вообще, на самом деле, что угодно. То есть это работа с картинками, с медиа, с любыми, с файлами, с текстом. Пожалуйста, пользуйтесь другими какими-то источниками API, то есть это, опять же, погода, курс валют и так далее. Но бот выглядит довольно скучно, у него нет аватарки, какой-то такой он весь невзрачный. Давайте попробуем его немножко разнообразить. Для управления ботом, опять же, есть PrimeBot, который может делать разные действия. С помощью него можно поставить картинку нашему боту. Если бы у нас было их несколько, он бы предложил сейчас нам на выбор. Ну, у нас всего один бот, окей, используем его. Для того, чтобы поставить, он говорит, отправляйте мне картинку. Давайте отправляем картинку. Окей, фотография установлена. Давайте сделаем какое-нибудь описание. Для этого есть сет без description. Опять же, просит нас ввести, пишем там «Привет, я новогодний бот. Вот, украшу твою атаку». И давайте какую-нибудь елку поставим. Все. Теперь, если мы очистим историю, получается довольно уже какая-то симпатичная такая человеческая вещь. То есть аватарка и какой-то welcome message. И самое интересное, то, что этот бот сейчас работает локально, получается, на моем ноутбуке, но при этом вы все сейчас можете с ним взаимодействовать. То есть аватарка присылает, точнее не присылает, они отдают сообщение боту, где бы он ни находился. Так, какая у нас ссылка была? У нас была ссылка вот New Year 2020. То есть сейчас каждый из вас, у кого есть там-то, можете зайти, и он вашу фоточку отредактировает. У тебя там ничего нет? Нет, там уже давным-давно в логах все. Так, если у кого-то есть еще какие-то пожелания или вопросы, что мы можем сделать или что не можем, и как это сделать, можно прямо сейчас попробовать это сделать. Когда там товарищи с работой с сервером. Вот смотри, есть API, да, обычные HTTP-запросы, пожалуйста, используй. Сейчас. Там-там. Вот API. Как это все работает? Есть мануал с описаниями методов, как работают те или иные команды. То есть от обычных HTTP, да, может любой вообще использовать язык, любой подход к программированию, да, и просто писать что-то свое. Но есть уже несколько готовых SDK. Вот я использовал SDK на Java. Она выложена сейчас на GitHub. Так, 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 так. Не помню, честно, где у нас лежит ссылка. Сейчас. Там-там. Вот API. Вот SDK. Так. Очень, наверное, посмотреть в проекте. Да. Ну, есть SDK. Собственно, мы им и пользовались. То есть я не писал сейчас эти все запросы сам. И вот этот bot.api класс, там-там, bot.api, это класс библиотечный. Все, что нужно для работы, оно все тут уже написано. То есть вот ровно тот код, который я показывал, ровно тот код и писался для работы именно вот под капотом, скажем так. А все равно это уже обработка именно входящих сообщений, там, отправка их, там, все, что захочешь. Все довольно просто. А это там-там занимается разработкой всех этих SDK? Ну, конкретно по Java и по Kotlin, да, наши ребята сделали. И Node.js, по-моему, еще сделали. А там уже, там, если же сторонние какие-то реализации от сторонних разработчиков, да. Тогда вопрос еще скорее подальше от бота. Мы здесь вот через это обе работаем, и это все равно HTTP просто на запросы, правильно? Да. Можете немножко рассказать про вебхуки, что это вообще такое? Я просто видел в Праймере боте, там были какие-то такие команды с вебхуками. Да, в общем, сейчас мы работаем, как мы сейчас полим, то есть мы забираем сами сообщения. Мы не дожидаемся пока на сервере повести, да, то есть мы не висим, как бы, на каком-то порте. Мы просто, сейчас я покажу, как реализованы у меня, реализованы запросы. Это просто бесконечный запрос обновлений. Это, ну, самая простейшая реализация, может быть, не самая безопасная. Ну, конечно, в продакшене так не надо писать. Вот. Просто я запрашиваю, типа, есть ли обновления. Для того, чтобы мне не отдавались постоянно одни и те же обновления, есть некий мастер, который говорит о том, когда я последний раз запрашивал эти обновления, и только с этого момента мне даются новые. Это один подход. Второй подход – это когда мне, наоборот, в сервере присылают все изменения. Опять же, вот эти все апдейты тоже, начиная… Хотя он, по-моему, мастер тогда не использует. Да, он просто присылает по мере их появления. Повелся новый апдейт, вот, пожалуйста, обработай. То есть два подхода – либо ты забираешь, либо тебе пересылают. И второй – это вебхук. Да. Спасибо. Ну, пожалуйста. Честно, я не пробовал с помощью этого SDK писать с использованием вебхуков. Не могу сказать, есть ли там или нет. Но думаю, что если нет, то скоро появится поддержка, потому что это в процессе разработки находится. Так, еще вопросы, ребят. Можно не обязательно по текущему коду, можно, в принципе, по ботам, по разработке, может быть, про там-там, про андроид, про все, что хотите. А вы читаете андроид в рамках двугодичной для программы? Нет, я не в рамках двугодичной. Я иногда все хожу, собственно, когда какие-то… В основном я проиваю, я рассказываю. Какие-то лояуты, графические элементы, там, и так далее. Окей, Филипп, тогда, получается, заканчиваем? Ладно, спасибо. Сейчас я на слайде еще выведу ссылочку с репозиторием, где есть уже готовый этот пример. Можете только свой токен подставить, да, и пользоваться этим ботом. И пишите мне, если надо что-то узнать. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.